Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Акунин Чхартишвили Аристономия Роман Исклетчатые тетради Предисловие Обычно предисловие пишут в начале работы Я же берусь за него, приближаясь к концу Когда-то мне казалось, что я веду разрозненные записи не с конкретной целью А просто чтобы дать выход мыслям, которыми не с кем поделиться Лишь со временем созрело и окрепло чувство говорившее Если я не сумею понять, объяснить сам себе все это Тогда мое собственное существование со всеми его радостями и несчастьями Открытиями и разочарованиями, взлетами и падениями окажется потраченным впустую Худший вид расточительства – провести жизнь на манер животного, даже не предприняв попытки в ней разобраться Книги, которые имеет смысл читать, обладают одним общим свойством Они написаны автором для самого себя Даже если сочинения адресованы определенному кругу людей или вообще человечеству Настоящая книга всегда узнается по отсутствию претензии Если угодно, по простодушию Пишущий не боится выглядеть наивным Не пытается показаться умнее или образованнее, чем он есть Не изображает, будто его волнует то, к чему он на самом деле равнодушен Не предпринимает усилий понравиться Автору не до этого Автор болен неким вопросом Поиск ответа на который является курсом лечения Если хочешь излечиться, нельзя тратить силы на несущественные В этом смысле книга, над которой я тружусь уже столько лет, безусловно настоящая Когда я приступал к ней, я твердо знал, что никому и никогда не покажу написанного Этим я подверг бы опасности не только себя, но и читателя Не скрою, иногда я воображал, как книгу будут читать люди из будущих, более счастливых времен Но, во-первых, меня уже тогда не будет А, во-вторых, одной этой мотивации было бы слишком мало, чтобы я взялся за столь рискованное занятие Не мне, жителю глухой страны, которая на исходе второго тысячелетия христианской эры Оказалось ввергнуто в тоскливый ужас средневековья Что-то объяснять людям будущего Они, несомненно, будут умнее И уж, во всяком случае, богаче историческим опытом Их станут занимать какие-то иные вопросы, надеюсь, более высокого порядка Речь идет обо мне, только обо мне самом И пишу я эту книгу исключительно для себя С молодого возраста я начал ощущать И чем дальше, тем сильнее потребность Вернее, даже долг понять Зачем все это Я, моя страна, мир, жизнь Существует Куда-то движется Есть ли в этом мучительном движении цель и смысл В самой концепции, приверженцем которой я со временем стал Ничего новаторского нет Она известна, по меньшей мере, со времен античности Однако не относится к числу преобладающих Умы, гораздо более просвещенные и острые, чем мой В течение долгих веков пытались найти стержень С помощью которого можно было бы понять, что такое человек Куда он движется и движется ли вообще В различные исторические эпохи Главенствовало то одно учение, то другое Дольше всего, до половины 18-го столетия Непререкаемыми считались теории Религиозного толка Возводившие смысл существования к Богу Неколебимая вера в которого Сама по себе является Ответом на все возникающие вопросы Начиная с эпохи просвещения Мнения разделились Кто-то стал считать нитью ариадно-технический прогресс Кто-то экономическое процветание или достижение социального равенства Но все эти гипотезы оказались неверными По крайней мере, так представляется мне Человеку, живущему в середине 20-го века В эпоху, хронологические рамки которой совпали с моей жизнью Все вышеназванные теории потерпели крах Мощь религий, проповедующих всеобщую любовь Не уберегла человечество От всеобщего истребления Технический прогресс Возвел цифры потерь До многомиллионных величин И ныне, додумавшись до ядерного оружия Угрожает вообще уничтожить жизнь на планете Вера в панацейность материального достатка Привела к засилию пошлости и низменно-массовой культуры Обращающей людей в жвачных животных Культ социальной справедливости Обернулся жестокой диктатурой Массовыми казнями и концентрационными лагерями Одно из двух Либо ответ на главный вопрос человеческого существования Искали не там, где следовало Либо Кант ошибся, когда написал Первоначальное назначение человеческой природы Заключается в движении вперед Мой трактат исходит из того, что Кант прав И движение вперед все-таки происходит А кроме того, в этой книге будет рассказано Где, на мой взгляд, следует искать ответ на главный вопрос На что человечеству можно надеяться На что рассчитывать К сожалению, я нерелигиозен Таким сформировали меня среда и воспитание Говорю «к сожалению», потому что в жестокие времена, на которые пришлась моя жизнь Опора в виде религии была бы великим утешением, источником силы Мне не раз доводилось испытывать острое чувство зависти к людям, которые наделены даром искренней веры Но кроме собственной души и разума, черпать силу мне было неоткуда За исключением нескольких счастливых лет я провел свою жизнь в душевном одиночестве Пишу это безо всякой жалости к себе Ведь то же самое, вероятно, скажут очень многие мои соотечественники и современники От большинства меня отличает, вероятно, лишь привычка к письменной рефлексии То есть потребность разобраться в важных вопросах бытия, излагая ход и результат своих рассуждений на бумаге Я — продукт бумажной цивилизации Мысль и даже чувства становятся для меня реальными, лишь обретя вид строчек Я начал вести записки в самый тяжелый период своей жизни Но эта книга не касается обстоятельств моей биографии В конце концов, это частности, погружение в которые лишь замутнило бы картину А мне хотелось и хочется, чтобы она была предельно ясной Я ничего из этих частностей не забыл и не забуду до смертного часа Но я намеренно оставляю эмоции за скобками изложения Иначе я не написал бы того, что должен написать И не разобрался бы в том, в чем должен разобраться Сначала я не мог себе объяснить, почему меня тянет углубиться в ту или иную тему, вдруг завладевавшую моими мыслями Иногда казалось, что эти разрозненные студии не очень связаны между собой Только теперь, достигнув зрелого возраста, я вдруг осознал, что все эти годы Будто действуя по составленному кем-то плану, последовательно и упорно работал над одной и той же книгой Ее содержание и общая концепция сделали СМИ ясны По жанру она является трактатом Это старинное, несколько напыщенное слово, как мне кажется, подходит здесь лучше всего Мой трактат еще не окончен Многое остается недодуманным и недопонятым Тем не менее, я достиг этапа, когда могу охватить взглядом Как уже пройденный мною путь, так и тот, который еще осталось пройти Сегодня я в состоянии сформулировать суть моих изысканий Начну с того, с чего и следует начинать То есть, с ответа на основополагающие вопросы, которые так или иначе решает для себя всякий человек Даже если ни разу ни о чем подобном не задумывался Речь, разумеется, идет о смысле жизни Я сказал вопросы, потому что их, собственно, два Есть ли в нашем, моем, существовании некий смысл, выходящий за рамки животного выживания И если смысл есть, то в чем он заключается Это может показаться странным Но сей вопрос вопросов никогда не представлял для меня трудности Ответ на него я узнал, вернее, ощутил, прежде чем узнал В довольно раннем возрасте Для этого сначала нужно было выработать точку зрения на то, что является собой человек И чем он отличается от прочих животных Как известно, есть несколько определений главной отличительной особенности человека Я всегда придерживался одного из самых распространенных Человек — это существо, обладающее свободой выбора А стало быть, всегда могущее измениться по отношению к себе прежнему Как в лучшую, так и в худшую сторону Естественно, сразу же возникает вопрос А что такое лучшая и худшая сторона, применительно к человеку? Вопрос этот не так прост, как кажется В ответе очень трудно отойти от этических стереотипов Впитанных каждым из нас в детстве Но стереотипы эти разнятся в зависимости от среды, культуры, религиозности, нерелигиозности и тому подобное Кроме того, на протяжении моего века Эти представления делали невообразимые зигзаги Так что прежнее плохое объявлялось прекрасным И наоборот Во времена моей гимназической и студенческой юности Например, чем-то совершенно неприемлемым для порядочного человека считалось доносительство Уличенного в этом постыдном преступлении подвергали общественному астракизму Но каких-нибудь два десятилетия спустя Преступлением, не только моральным, но и уголовным Стало почитаться недоносительство В том числе на ближайших родственников Юный пионер, донесший на собственного отца, стал образцом, на котором воспитывают детей Мравственность категория не абсолютная, а относительная Гласит этика тоталитарных государств середина 20 века Этично то, что полезно для партии Национал-социалистической или коммунистической, неважно Мне понадобилось много времени, чтобы безэмоционально и объективно Решить задачку о том, что такое хорошо и что такое плохо Для всякого человека Вот мой ответ Хорошо Все, помогающее раскрыть самое ценное, что заложено в тебя природой Плохо Все, что этому мешает Поясню Я глубоко убежден, что сущностная ценность личности Заключается в том, что каждый человек, без исключений, несет в себе некий дар, в котором ему нет равных Я имею в виду дар не мистический, а вполне реальный Каждый из нас потенциально может делать что-то полезное или радостное Одним словом, ценное для окружающих Лучше всех на свете Это не обязательно нечто творческое или каждодневно применимое Я знавал одного солдата, человека совсем не развитого, косноязычного, и за это презираемого товарищами Который в исключительной ситуации спас весь свой эскадрон Во время панического отступления сто человек из сто лошадей оказались ночью среди непроходимой топи И без сомнения все бы там сгинули, если бы не этот пари, которого все считали полудурком Он молча вышел вперед и, по-звериному пригнувшись к самой воде, повел отряд за собой Он чувствовал, куда можно ступить, а куда нельзя И все спаслись Нечего и говорить, что после этого случая к обладателю странного дара товарищи относились совсем иначе Его ценность, которая могла бы до конца жизни остаться неоткрытой, стала для всех очевидна Если бы наше общество было устроено правильным образом То важнейшей из наук являлась бы педагогика И назначение ее заключалось бы в том, чтобы нащупать и развить в каждом ребенке Присущий ему и только ему драгоценный талант Не только для общественной пользы, но и для блага самого ребенка, будущего человека Ибо тот, в ком полностью раскрылся присущий ему талант, ведет и ощущает себя совсем иначе Он полон сознания своей значимости, которая удерживает его от множества низких и мелких поступков, недостойных его дара Сегодня часто случается, что у гения Более корректно было бы назвать такой индивидуум вполне раскрывшихся личностью Кружится голова от сознания своего величия А это приводит к нарушению нравственного баланса в отношениях с другими Он уникален, а они взаимозаменяемы Поэтому ему дозволено то, что не дозволено им Но это заблуждение вызвано тем, что вполне раскрывшиеся личности сегодня крайне редки Они представляют собой результат счастливого стечения обстоятельств Допустим, Иоганна Себастьяну Баху Ребенку с потенцией гениального композитора повезло родиться в семье музыканта Если же гениями и талантами каждый в своем роде будут все То и задирать нос станет не перед кем Один — выдающийся врач Другой — фантастический булочник Третий — маэстро столярного дела Четвертый — маг садоводства Пятый — светоч государственного управления Шестой — умеет превращать жизнь в праздник Седьмой — красит стены домов так, что в них радостно жить И так далее, и так далее Итак, повторю еще раз Хорошо все то, что помогает человеку приблизиться К неповторимой траектории своей индивидуальности Подобрать ключ к своему дару Лучшее из существующих обществ такое Где каждый человек, вне зависимости от происхождения и положения Имеет больше возможностей раскрыться и развиться Прожить свою жизнь, а не ту, что навязывают ему извне Если в основополагающем документе вновь создаваемого государства Я имею в виду Американскую Декларацию Независимости Заявляется, что всякий человек обладает неотчуждаемыми правами На жизнь, свободу и стремлению к счастью Это уже очень много Особенно для XVIII века По моему убеждению, счастливой можно назвать жизнь Если она была полностью реализована Если человек сумел раскрыть свой дар и поделиться им с миром Я признаю, что счастье бывает и другого происхождения Дарованное счастливой любовью Этим волшебным заменителем самореализации Если бы не свет и тепло любви Жизнь большинства людей до самой смерти не нашедших себя Была бы невыносима Предполагаю, впрочем, что способность любви тоже дар Которым обладают не все и не в равной мере Однако я не могу углубляться в этот особый аспект Поскольку никак не являюсь в нем экспертом Мне почему-то кажется, что в природе любви Способна лучше разобраться женщина Во всяком случае, я бы прочитал такой трактат с интересом Есть ли в истории человечества хоть какой-то прогресс? Какое-то движение вперед в этом смысле? Еще 40 лет назад большинство мыслителей Сочли бы вопрос риторическим И уверенно ответили Конечно, есть Сейчас, в середине века, после двух ужасных войн После невообразимых зверств Свидетелем которых стало мое поколение Голоса позитивистов звучат куда менее бодро И все же, несмотря на то, что мне выпало находиться В одной из самых мрачных расщелин этого провала в варварство Я убежден Прогресс есть Человечество развивается в верном направлении Просто движение это нелинейно И сопровождается рецидивами Развитие Homo sapiens проявляется в постепенной смене мотиваций Его социального и нравственного поведения Рабы трудились, чтобы избежать ударов кнута В 20 веке граждане демократических стран Работают, чтобы улучшить свое материальное положение Люди завтрашнего дня Будут выбирать себе дело по интересу и призванию В историческом вчера Законы соблюдались из страха перед наказанием Сегодня Я опять-таки говорю о жителях демократии Очень многие члены общества законопослушны по убеждению Завтра Надобность в строго регламентированной системе запретов И уголовных наказаниях отпадет Потому что психически здоровому человеку Не придет в голову убивать, грабить или насиловать Нравственность Вплоть до недавних времен Держалась главным образом на религиозном запугивании Страхи перед неизбежным ответом Перед вездесущим Господом Происходящий в нашем столетии кризис веры Обнаружил, что опасение Достоевского Если не станет Бога, все окажется дозволено Несостоятельно Современный человек Может вести себя нравственно И без угрозы преисподней В этих произошедших и еще предстоящих переменах И состоит истинный прогресс В самосовершенствовании человечества Как суммы личностей, из которых оно состоит Мы не столь уж малого добились Учитывая юность и незрелость нашей цивилизации И хоть еще во времена Экклесиаста Считалось, что нет ничего нового под солнцем Это смешное заблуждение Три тысячи лет спустя Человечество все еще шагает по целине Открывает новые законы мира и собственного устройства Как духовного, так и физического Мы находимся в ранней поре своей биографии Где-то на пороге подростковости Со всеми атрибутами этого трудного возраста Детской жестокостью, легкомыслием, непоследовательностью Неопрятностью и мучительной неуверенностью в себе Жизнь на Земле существует миллионы лет По сравнению с этим сроком Наша цивилизация появилась и пустила корни Не то что вчера, а можно сказать Несколько минут назад Началом отсчета следует считать не момент Когда первый Homo sapiens сделал каменный топор А момент, когда хотя бы в одном очаге Человеческой популяции изобрели письменность Создав начатки коллективной памяти Без какого-то хотя бы смутного представления О своем прошлом Коллективное сознание рода пребывает В сумерках раннего младенчества Мы, люди, помним себя А, стало быть, можем оценивать свое развитие На отрезке в пять тысяч лет За это время сменились всего лишь полтораста Или двести поколений Невообразимо далекие времена Основатели Руси святого князя Владимира В сведениях о котором больше легенд Чем правдоподобных фактов Отделены от нас только тридцатью звеньями предков Прадед моего прадеда Родился в царствовании Петра Первого Когда колдунов жгли на кострах А государевых врагов сажали на кол Конечно, я вижу завоевание прогресса Не в том, что врагов государства В мои времена не сажали на кол А расстреливали ворвах Или отправляли в газовые печи Завоевание прогресса в том, что в семнадцатом столетии Жестокость была нормой А сегодня она рассматривается Как аномалия и преступление Еще совсем недавно человечество Повсеместно существовало По жизненному циклу животного Тратило все свои силы На добывание пищи Производило потомство Умирало Да и сегодня во многих частях света Включая мою бедную родину Большая часть населения живет точно так же Разве есть хоть какой-то шанс На раскрытие своих способностей у ребенка Родившегося в нашей нищей, бесправной деревне В спившемся полууголовном пригороде Или чахоточном шахтерском поселке Однако оценивать уровень развития Человеческой цивилизации По худшим ее зонам Все равно, что судить о Пушкине По самым слабым его стихотворениям Если же мы возьмем для рассмотрения Области планеты, в которых человечество Достигло наиболее высоких ступеней развития Прогресс по сравнению с прежними эпохами Должен быть очевиден В конце концов, можно представить себе Страну, далее всех продвинувшуюся По пути цивилизованности Какую-нибудь предположительную Нордландию И страну в этом смысле Самую отсталую Скажем опять-таки условно Зюйтландию Как одно и то же общество Находящееся на разных этапах развития Там, где Нордландия находится сегодня Зюйтландия окажется через сто или двести лет Избавиться от голода, детской смертности Грубого насилия, невежества Научится уважать права личности Во всяком случае, передовые деятели Зюйтландии, говоря о достойном И счастливом будущем своей страны Наверняка будут иметь в виду Нечто Нордландии-образное Только не нужно совершать грубые ошибки Сводя всю разницу к богатству и бедности Связь между уровнем цивилизованности Общества и уровнем материального достатка Безусловно, существует и самая прямая Я подробно останавливаюсь на этом В одной из последующих глав Однако сытость для прогресса является условием Хотя обязательным, но далеко не исчерпывающим Пришло время высказать, пока очень осторожно Главную мысль, содержащуюся в моем сочинении Сущностное различие между жителем условной Нордландии И условной Зюйтландии Каковой, впрочем, вполне можно считать и мою родину Не условный, а совершенно конкретный И вполне нордный СССР Заключается в некоем внутреннем качестве Концентрация которого определяет стадию развития общества Именно это трудноопределимое качество Которому я медлю дать название И является темой исследования Протяженностью во всю мою жизнь Некоторым, очень немногим людям Оно достается от рождения Мне посчастливилось встретить И близко знать таких самородков Они попадаются во всех народах И в самых разных социальных слоях Но большинство индивидов Сильно выраженным качеством Получились такими в ходе становления И развития личности Под воздействием воспитания И внутренней работы Нечего и говорить, что в странах И социальных средах Которые находятся на относительно Более высокой ступени развития Вследствие благоприятных условий среды Выше и пропорция таких людей Человек, обладающий Хорошо развитым качеством Пока по-прежнему Оставляю его без названия Сразу виден В таком обществе, каким является Моя страна В течение долгих лет Подвергающаяся тяжким испытаниям Он даже бросается в глаза Как дерево посреди голой пустыни Когда-то вокруг меня Таких людей было множество Во всяком случае, во много раз больше Но качество, благотворное При движении общества вверх Становится смертельно опасным Для своего обладателя Когда история делает рвок вспять В пучину дикости и насилия В этих джунглях Эффективны лишь самые примитивные Законы выживания И качество делается обузой Поэтому те, кто не пожелал Или не смог им пожертвовать За редчайшими исключениями Покинули родину или погибли Уцелевшие экземпляры Сегодня воспринимаются Молодым поколением как чудо Или, скорее, как чудаки Но я знаю, вижу Что едва отступил Всепроникающий страх И обладание качеством Стало грозить уже не тюрьмой А всего лишь сумой Как в моей стране Потихоньку начала восстанавливаться Естественная пропорция Тех самых самородков Кого природа наделяет Качеством от рождения Не думаю, чтобы кто-то проводил Статистические исследования В этой области Однако, по моим жизненным наблюдениям Из каждых ста явившихся на свет Один будет абсолютно светел То есть щедро Неиссякаемо одарен качеством Один абсолютно темен Своего рода инвалид Душа которого не способна Эволюционировать Остальные же в разной степени Серы и мимикрируют Светлеют, либо темнеют В зависимости от установившегося Нравственного климата Во времена диктатур или войн К власти неизбежно приходит Наихудший процент человечества Потому что принуждение и насилие Его родная стихия Темный процент Только что на наших глазах Пережил свой золотой век И хоть я надеюсь, что могущества Гитлеровско-сталинского масштаба У этой фракции никогда больше не будет Рецидивы в отдельных регионах Планеты, конечно, неизбежны Добившись господства в России Италии или Германии Темный процент Немедленно начал окрашивать В черный цвет Серые 98% Потакая их низменным инстинктом И последовательно истреблял Тех, кто принадлежал к светлой сотой Отдельный вопрос Как должно общество В котором окончательно победил свет Поступать с людьми Патологически неспособными К душевному развитию Полагаю, их будут лечить Как сегодня лечат душевно больных Однако оставим эту проблему Для будущих счастливых времен А между тем стадия развития общества Напрямую зависит от того Сколько в нем людей Обладающих качеством Обычно оно появляется И укрепляется внутри Какой-то отдельной группы Или сословия Где в силу исторически Сложившихся обстоятельств Возникает особая питательная среда Когда таких особей становится много Не большинство А хотя бы некое значительное количество Они начинают задавать тон поведения И влекут за собой все общество в целом Потому что в этих людях есть притягательность Род магии Привлекательный для окружающих Человеку с качеством хочется подражать Хочется стать таким же, как он В этом великая сила качества Государства, которые сегодня считаются Наиболее развитыми в гуманитарном отношении Это сплошь страны, где авторитет таких людей И отождествляемого с ними качества Высок Но и в этих блаженных Нордландиях Качество нигде пока не находится у власти В лучшем случае можно говорить О его сильном духовном влиянии Суммируя, повторю свою логическую цепочку Чтобы можно было двигаться дальше Итак, по моему убеждению Назначение человеческой жизни в том, чтобы прожить ее сполна Достичь полного раскрытия бутона, который носит в себе всякий человек Следуя ботанической метафоре, назову этот результат расцветом Достижению расцвета помогает некое качество Общество становится лучше То есть представляет своим членам больше возможностей для расцвета Когда повышается средний градус этого качества Средний градус качества поднимается Когда в данном обществе увеличивается количество и вес людей С высоким индивидуальным градусом качества В свою очередь индивидуальный градус качества Быстрее и полноценнее созревает в обществе Нравственный климат которого способствует Пробуждению в среднем человеке лучших А не худших свойств его души Сейчас просто оговорюсь А позднее изложу подробно Почему для расцвета необходим высокий уровень нравственности В том самом общечеловеческом своде правил Которые обычно внушают нам в детстве Веди себя с людьми так Как по твоему мнению люди должны поступать с тобой Не предавай, не кради, не будь жестоким Не жадничай, не ври и так далее и так далее Более или менее всюду эти правила считаются прописными Если, конечно, в данном обществе По стенам детских садов не развешаны портреты Гитлера, Сталина Или какого-то иного лже-бога Поклонение которому заменяет традиционную нравственность Но это не притча о яйце и курице Либо змее, ухватившей себя за хвост Процесс улучшения человека Имеет стартовую точку И свои законы, которые возможно исследовать Конечно, эволюция души – категория трудноопределимая Но лишь до тех пор, пока не появится метод измерения Еще Галилеем сказано Применительно к назначению науки Измерить все, что поддается измерению А что не поддается – сделать измеряемым В своей книге я делаю попытку Предложить метод, который позволяет Анализировать, измерять и даже градуировать Самый важный из параметров развития человечества Повторюсь еще раз Я не ставил и не ставлю задачи Убедить в своей правоте всех Довольно того, что эта система Помогает разобраться в проблеме мне самому Чтобы завершить вступление Мне осталось сделать только одно Дать название качеству Этому драгоценному свойству Которое так медленно и трудно Накапливается человечеством в ходе эволюции Я ввожу этот новый термин Вполне понимаю его неопределенность К сожалению, ничего более корректного Придумать я не сумел Как ни странно, слово в точности Соответствующее этому понятию Отсутствует во всех знакомых мне языках Качество, от которого, как я убежден Зависит судьба человечества Я назвал арестономией Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok